друзья добрый вечер у нас карантин но интересные находки все равно есть хочу вам представить вот такой альбом камнец подольский цементный завод 1975 год когда завод в принципе полностью был введен в эксплуатацию строительство началось 66 и через девять лет такой гиант как камнец подольский цементный завод был уже у руля это один из самых больших сменных заводов советского союза так что в альбоме это альбом и на раю художника сергея кукуруза это авторские горой ли на гравюра каждую на каждой стоит подпись 75 года всего гравюр 17 что вот здесь это графики относят линогравюра относится к способам высокой печати это одно из видов резьбы на линолеуме то есть если афорты делались на металле линогравюры делались на линолеуме и с одного оттиском с одной матрицы можно было сделать в районе 100 оттисков пока матрица не портилась вот мне есть покажу вам это матрица на форт для форта тоже такая рабочий разбивает крепость с решетками тюрьму цепь рвет флаг такое очень хорошее исполнение социализм интересные такие афорты такие принципе стоят каких-то денег тоже афорт киевского художника кого я молчу но работа интересная видите на оцинкованном металле так ну приступим к нашему альбома конец потольский цементный завод вот видите такие интересные не по порядку общий вид завода кому же введен эксплуатацию на каждой монограммы с к сергей кукуруза такое социалистическое имя добро пожаловать каменец подольский по моему этого знака уже нету кто из города можете меня поправить электрофильтры и дымососы видите корпус завода электропривод мельницы видите подпись все такие в темных тонах показывают работу людей я склонен к тому что сергей васильевич многое повидал в жизни и одной из его командировок была командировка в гулах кто не знает что это такое это главное управление лагерей сергей васильевич родился вот каменец подольском подольская губерния на то время было это 906 год село привороте он рос в бедной семье но при этом после победы социализма в 1930 году ему было 24 года он поступил в Киевский художественный институт где познакомился с самим Байчуком он печатал свои работы в видных журналах и газетах на тему комсомол, коммунизм что было в то время у всех на слуху в 1936 году он поступает в Московский художественный институт имени Сурикова на графический факультет и Кравченко и Моторина также он был учеником кигинсмейстера знакомится с такими видными художниками того времени как Грабарь и Мор в 1941 году жизнь его радикально меняется он был арестован по 58 статье пункт 10 это контрреволюционная троскидская деятельность ну как пишут в открытых источниках осуждения военных действий прибыл приговоренный к 7 годам исправительно-трудовых лагерей срок отбывал в Атюбинском лагере на строительстве завода феросплавов я думаю многие вот видите здесь такие масштабные виды завода но людей довольно таки мало вот такая удручающая как на Колыме пейзажи такие так на строительстве завода феросплавов работал художником заведовал библиотекой по идее так он остался жив его освобожден в 47 году и вынужден остаться в Актюбине был художником и постановщиком в театре этого города потом работал оформителем в областном кинотеатре преподавал училище член союза художников с 58-го года если я не ошибаюсь в 72-ом реабилитирован и после этого переехал Каменец-Подольский у него много работ по Каменцу он любил этот город работ работы по крепости и вот одна из работ которая связана с цементным заводом который работает и в наше время работы очень качественные красивые красивые такой альбом пытался найти что-то похожее нашел только несколько работ из этого альбома Каменец-Подольском художественном музее больше ничего я люблю такие вещи такие работы с такой историей с такой историей художников я даже не знал нашел сайт кому интересно оставлю ссылочку сколько было художников именитых сослано на колыму большинство из них там и осталось но как писал Варлам Шарламов в принципе основная масса художников довольно неплохо жили как они кормились они писали копии с картин знаменитых художников для начальства лагерей и также начальство лагерей торговало этими работами писали портреты в принципе были всегда в тепле они работали на приисках на рубке леса на строительстве дорог так что вот такие ребята альбомы интересные можно иногда приобрести на барахолке спасибо за просмотр кому понравилось видео ставьте лайк подписывайтесь на канал хорошая неделя хороших находок удачи 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 удачи